Очень много входов когда-то, видимо, служивших для выработки. Сейчас заваленных на руках. Блин, но если здесь был песчаный берег, конечно, здесь было бы очень много отдыхающих и рыбаков, и туристов. Берег жуткий, берег жуткий, коммунистый. Людей еще мало. Сюда приезжают посмотреть только на эти пещеры. Вот какой-то отрытый вход. Причем, видимо, свежий. Получается, что на расстоянии 100 метров от берега по берегу. На, вот туда вот он уходит куда-то. Куда-то лаз. Не знаю, наверное, не смогу еще подсветить. Попробую, есть ли там лаз, а потом посмотрим. Буквально на протяжении 100-200 метров по берегу порядка 5 входов. Да, 5 входов я уже насчитал. Из них 2, в которые можно войти практически не наклоняясь. Вон там наверху тоже интересные такие входы бывшие. Должна лодка плывет. Не бояться зацепить за камни. Там моторочка. Здесь очень много рыбы. Стинки прям каждые 5 минут какая-то очень крупная щучка плечется. Так, вот еще какая-то попытка найти видимо новый вход за лаз. Одно из штолен. Ух ты! Вах! Ну, мне туда сейчас точно не добраться. Надо одежду. Два лаза вправо и влево. Прикольно. Такие вот здесь интересные места под старицей. Огромное количество ящериц. По траве немножко быстрее. Что за техника на воздушной подушке. Офигеть. Просто человек летит. Камни, не камни. Офигенно. Так, вот еще какой-то был вход, но видимо даже не пытается раскопать. Здесь берег изрезан подобием штолена. А там наверняка еще наверху есть входы по бокам. Но они наверно заваленные тоже. Тут тоже альпинисты. Сколько там? Пять-шесть палаток. Шесть палаток и большой домик. Ну и все. Вот этот уже спуск к ручью. И с той стороны от ручья пещера ледяная, в которую мы сейчас полезем. И огромнейший кус сливы. Хе-хе. Забавно. Пойду переодеваться. В более теплую одежду.